Доброе утро, столицы Восточной Сибири! Бодрого утра и ударного дня, друзья! В эфире утреннее шоу барабаны и его барабанные палочки. Сергей Вадьков, Яна Колотеева. И если вы еще не встали с постели, то не торопитесь. Подумайте, во-первых, с какой ноги встать, посмотрите, нет ли рядом черной окошки и... Так, стоп, Ян, ты сегодня особо суеверная. Неужели ты встала не с той ноги? Да нет, ты что, не знаешь, Сереж, сегодня пятница, 13-е. А, ну да, тогда это, конечно, важно. И, конечно, за завтраком стоит быть особо внимательным. Не рассыпать соль, не есть с ножа. И ни в коем случае не оставлять недоеденный кусок. Но то, что приготовил Игорь Бялус, невозможно оставить недоеденным. Угарный завтрак в эфире барабана. Доброе утро, друзья. Как говорит мой друг, кто рано встает, тот в Новолинино живет. Друзья, ну, если вы собираетесь на работу, не забудьте обязательно позавтракать, потому что сытный и вкусный завтрак обязательно нужен, тем более в такие суровые январские будни. Константин, шеф-повар ресторана Шале. И мы уже готовы приступить к нашему завтраку. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать десерт в микроволновке с вишневым вареньем. О, здорово. Да. Сейчас мы поставим нашу вишенку. Вишенку я беру. Мороженую. Мороженую, конечно. Нет, я думаю, что вряд ли можно выйти в январе в отбор. И нарвать спелой вишни. Да, с куста спелой вишни сорвать. Добавляю ложечку сахара. Это может только варун. Вишня, вишня, помните эту песню? Да. Зимняя вишня. Ложечку сахара вложим. Ставим на средний огонь. То есть мы делаем сами варенье. Да. Достаточно просто. Берем лимонную цедру. Цедру мы снимаем без белой шкурки. Иначе она будет горчить. Все верно. И нарезаем это. Маленькими такими, наверное. Да. То есть нарезаем. Соломкой. Соломочкой. Чтобы она отдала свой цитрусовый аромат. Наша вишенка начала там скворчать уже. Скворчать. Все, наша вишенка пусть потихонечку варится. Томится там. Томится. Мы начнем сейчас делать наш шоколадный бисквитик. Какао. 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 Беру ложечку. Какао. Простое порошковое какао. Порошковое какао. Продается в любом магазине. Да. Вообще интересно, друзья. Мука. Но без этого не получится тесто. Да. Немножечко для вкуса ванилина. Прямо на кончике ножа, на кончике ложечки. Для аромата. Крахмал чуть-чуть совсем тоже. Это связующее звено? Да. Можно сказать, чайную ложечку. Слушайте, вообще интересно. В микроволновке десерт первый раз об этом слышу и первый раз увижу. Так. Ну и вы, друзья, я думаю, что собственно тоже. Разрыхлителя также на кончике ножа, ложечки. Так. Сухие ингредиенты все перемешали. Все это маленько размешаем. Это такое мы делаем тесто. Тесто, да. Так, добавляем яичко. Яичко. Добавляем молочка. Так. Хорошо. Четыре ложечки растительного масла. И добавляем сладковатый вкус. Сахар. Сахар. Да. Так. И для соли. А, соль, да. Чуть-чуть, да. И размешиваем. Да. И размешиваем. Вообще, когда вот размешиваешь, да, можно это делать напевальчик, какую-нибудь песенку. Частичку души точно надо сюда положить? Невозможно, мне кажется, готовить просто вообще. Да, да. На автомате точно невозможно готовить. Не получится ничего. Даже банальная яичница. Чуть не забыли про маслицо. Так. Масло подойдет любое, да, не обязательно? Очень жирное? Да. Так. Тесто у нас готово, я смотрю. Берем нашу кружечку, абсолютно любую. Будем наполнить тесто. Вишенка у нас готовится. Так. Просто ложечкой выкладываем. То есть не нужно никакую... А можно использовать, допустим, если не кружку, то формочку какую-то для запекания в микроволновке? Да, можно даже этот бисквитик поставить в духовку. Он будет ничуть не хуже. Но в микроволновке такой быстрый вариант. Быстрый вариант, да. Утренний быстрый вариант. И ставим... Чем удивить можно? А вот можно так вот удивить с утра. Можно же... Ставим на 3 минутки. 3 минуты. Вот своего любимого человека можно как удивить. Встали с утра и оп, бисквит. Где взял? С утра. С утра испек. Все, наше варенье, я думаю, готово. Главное, чтобы ягодки мы не разминаем, да? Наоборот. Превращаем это все в видло, сладкое. В варенье, чтобы... Для меня всегда, я знаете, я всегда в любом варенье любил ягоды именно почему-то. То есть для меня это было очень важно. Вишневое варенье, ну, в Сибири, по крайней мере, его не было, а бабушка моя, бабуля у меня, жила в Воронеже, вот, и там мы покупали вишневое варенье. Специально для вас две ягодки мы положим. Ой, хорошо, спасибо большое, что оставили мне ягодки. Так. А, мы уже начинаем декорировать. Да, потихонечку, пока наш бисквитик готовится в микроволновке. Печет, можно даже так сказать, да. Так, наш бисквитик готов. Я слышу, об этом сигнализирует наша микроволновочка. Вот он. И начинаем это все пропитывать. А, сначала в кружке, да? То есть мы прям будем отдавать это в кружке для удобства кушать. А, то есть мы его не выкладываем. Не будем, не будем выкладывать. Оставим прям в кружечке, да? Ну, кстати, он пропекся, я вижу. Все. Миндальные орешки. Орешки можно, кстати, использовать, наверное, и любые. Любые, конечно. Грецкие орехи. Тот же арахис, наверное, подойдет. Да? Кедровый наш орех. И мятка, конечно же. Ну, если нет, то мята, ну, ничего страшного, в принципе, не произойдет. Мяту, я думаю, все равно все-таки мы для красоты. Ну, многие, допустим, очень любят чай с мятой. Ну, что? Наш десерт готов. Кстати, вот по мне очень утренний десерт. Чем-то напоминает кружечку какао как раз или кружечку кофе с орешками. Ну, а мы, друзья, желаем вам бодрого дня, хорошего утра и отличного настроения. Начинайте свой день хорошо и вкусно. Друзья, доброе утро. Это утреннее шоу «Барабан». Мы только что позавтракали, угарно позавтракали. Да. И, кстати говоря, садиться за стол 13 людям одновременно – это тоже плохая примета. Серьезно? Да, суверные люди, кстати, в Париже, например, могут даже специально нанять человека, который станет 14-м гостем. Ну, прикольно. Хотел бы я побыть в роли такого человека. Но вот во многих больницах, например, нет 13-й палаты. В некоторых высотках нет 13-го этажа или 13-й квартиры. Представляешь? Представляю. А ты знаешь, кстати, что страх перед числом 13, особенно перед пятницей 13-е – это не страх, не просто страх, а это целая болезнь. Я даже знаю, как называется эта болезнь. Да, она называется «трискайдекофобия». Ого! Согласно опросам, каждый четвертый европеец опасается этого числа. А лучше всего справиться с этой болезнью, да и вообще с любой другой, и со страхами. Тем более помогает спорт и разминка по утрам. Разминка в барабане. Доброе утро, друзья! С вами Анастасия Шумохина, персональный тренер и мои ученицы Юля и Альбина. Вы готовы сегодня просыпаться вместе с нами? Работают низ ягодицы правой ножки и верх ягодицы левой. Готовы? Поехали. Выпад. Мах. Выпад. Мах. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Старайтесь максимально поднять левую ногу вверх. И именно поработать верхом ягодицы. Выдох. 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 Хорошо. Еще два. Молодцы. Аккуратно. Смена. Ногу поменяли. Вы готовились к левой. Поехали. Выдох. Выдох. Упор в пятку левой ноги. Выдох. Левая нога. И вверх ягодицы. Ваша правая. Выдох. 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 Максимальная пятка. Выдох. 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 Хорошо. Четыре. Три. Два. Один. Переходим с вами в положение планки. Руки, пожалуйста, перед собой. Удерживаем пока просто прямое положение планки. Мышцы живота обязательно втягиваем. Не проваливайте, пожалуйста, поясничное дело. Кисти точно под плечами. Не старайтесь вставать упор в упор. И не отталкиваться руками от пола. Вес пальцев также. На носочках. Готовы? Выполняем альпинист. Колено правой груди. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Выдох. Выдох. Максимальная мышца живота сжимаем. Выдох. 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 Хорошо еще. Четыре. Три. Два. Один. Переходим на колени. Руки, пожалуйста, поставьте чуть-чуть шире. И отжимаемся. Максимально стараемся коснуться пола. Локти параллельно. Выдох. Вдох. В верхнем положении выдох. 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 Вы Упор. И готовы к левой ноге. И вниз. Поехали. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Левая. Правая. Четыре. Три. Два. Один. Аккуратно переходим на колени. И отжимаемся. Если вы можете от ног. То отжимайтесь, пожалуйста, от ног. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Хорошо. Еще четыре повторения. Четыре. Три. Два. Один. Аккуратно подставили правую и левую ногу. Корпус с вами запрямляем. Сделали вдох. И выдох. Надеюсь, вы проснулись. Всем доброе утро. Ну что ж, размявшись, кстати, я досчитал не до восьми, а каждое упражнение заканчивал на двенадцать-тринадцать сегодня. Молодец. Ты знаешь, по-моему, боязнь числа тринадцать, скорее всего, не обоснована. Ну, мне, по крайней мере, это кажется. Пифагор говорил еще давно, что каждое число сокращается. Ну, то есть, например, тринадцать это один плюс три. Получается четыре, уже не тринадцать. Ну, так было тринадцать один, да? Да, конечно. И ничего страшного и мистического в четверке, например, совершенно нет. А в западной нумерологии, например, число четыре означает устойчивость и прочность. Кстати, да, четыре стороны света, смотри, да, четыре времени года, четыре элемента – огонь, вода, земля, воздух, да? Да, все верно. И получается, что стереотип страшной пятницы тринадцатого сложился потому, что тринадцатое число месяца выпадает на пятницу чаще, чем на любые другие дни. Ну, ты знаешь, страховые компании все-таки говорят, что количество несчастных случаев именно в пятницу тринадцатого возрастает на целых шестьдесят процентов. Мне кажется, что это просто самовнушение действует, потому что очень много впечатлительных и эмоциональных людей. Да, может быть и нет. Давайте узнаем уркутян, чем же так страшна пятница тринадцатая. И посмотрим опрос. Ну, люди, наверное, привыкли это ассоциировать с чем-то плохим. Но я считаю, это нормальное число. И пятница тоже нормальная. Практиковую даму рассказывали раньше, то, что вызывают и все такое. Нет, я не суеверна. Тринадцатое число я не боюсь. Вообще тройка как бы для меня счастливое число. Для меня это обычное число. Я не верю ни в какие приметы, и я не суеверна. Я православная. Поэтому я верю только в то, что вот проходит настоящее время. Вообще я тринадцатая не считаю плохим числом. Считаю, что все зависит от тебя. Все-таки на суверия полагаться не надо. Нужно полагаться на себя. Тринадцатое или не тринадцатое. Это самый лучший день. Ну, пятница тринадцатая, пятница тринадцатая. Кто-то верит, что пятница тринадцатая, кто-то нет. Такого, что в пятницу тринадцатого не уходить из дома у меня нет. Я не суеверный человек, и черная кошка для меня не проблема. Не тринадцатое число. Просто к этому отношусь позитивно очень. Ну, вроде что-то надо опасаться, что это в пятницу 13-е плохое происходит, что вроде ничего делать нельзя. Доброе утро тем, кто только что с нами, несмотря на то, что на календаре красуется такая страшная и ужасающая дата, пятница 13-е. Кстати, Ян, знаешь, здесь можно поспорить, вот боязнь пятницы 13-е это самовнушение или нет. Дело в том, что невезучий космический корабль «Аполло-13» был запущен в 13-13 по центральному времени 11 апреля 1970 года. Дата тоже неспроста взята, потому что сумма цифр этой даты дает тоже число 13. Представляешь, взрыв, повредивший корабль, произошел 13 апреля, ну, не в пятницу, правда, но, впрочем, экипаж смог вернуться на Землю, все закончилось хорошо. Но все-таки есть в этом деле число 13. Мне кажется, что число 13 все-таки, Сереж, страдает от того, что оно следует сразу за числом 12, которое считается, кстати говоря, идеальным. 12 месяцев в году, 12 знаков Зодиака, 12 олимпийских богов, 12 подвигов Геракла и 12 апостолов Христа. 12 часов вот у меня на цифре была, кстати. Это безусловно, да. Ну, подожди, число 12, число 13 недалеко ушло. Знаки на обратной стороне долларовой купюры включают в себя 13 уровней пирамиды. Наверное, вряд ли кто-то скажет, что число 13 на долларах несет какую-то неудачу. Наверное, вряд ли кто-то считал. Ну, может быть. 13 звезд над головой орла, 13 стрел в лапе орла, 13 листков на ветве оливы, в конце концов, понимаешь? Ну, мы можем с тобой спорить бесконечно, а 12 и 13 или 12 и 13 раз. И я думаю, что лучше всего наш с тобой спор разрешит наш утренний гость. Встречаем! Пятница, 13-е. Доброе утро, дорогие телезрители. Это барабан. А вот что несет нам число 13, расскажет наш специальный гость, психолог, нумеролог Татьяна Алексеевна Мицкевич. Мицкевич. Татьяна Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я очень рада, ребята, вас видеть. Вы сегодня такие все красивые. У вас такие блестящие взгляды сегодня. Поэтому я очень рада, что вы меня пригласили к вам сюда в студию. Спасибо, на добром слове. Мы тоже, безусловно, рады вас видеть. А у нас вот сразу первый вопрос. Утро-то доброе или недоброе? Все-таки. Пятница 13-е сегодня, да? Не будем забывать об этой дате. Все ее боятся. Все там сейчас, наверное, встают с той ноги абсолютно, да, там переплевываются. Смотрят черных кошек. Да, да, да. Расскажите нам, как специалист. Ну, я, наверное, хочу вам сказать о том, что пятница 13-е, это число достаточно на сегодняшний день наводит на некоторых, может быть, даже какой-то ужас. Но, наверное, все-таки все зависит от самого человека, поскольку время наше меняется, жизнь наша меняется, люди у нас на сегодняшний день более уже грамотные. И, наверное, каждый человек способен принять для себя решение, насколько ему именно число 13 актуально в жизни, насколько оно ему помогает или не помогает. Тем более пятница 13 актуально в жизни. Когда кардинально изменились все ее события, связанные с числом 13, особенно с пятницей 13-е. Ну да? Да, да. Она, которая опоздала на работу, не успела вовремя открыть павильон, в котором она, значит, вела свою деятельность. И пришлось ей в пятницу 13-го, опоздав на работу, вернуться еще домой за ключами. Но при этом один из посетителей, дождавшись ее возвращения, подарил ей огромный букет роз, в котором было 13 великолепных красных роз. И когда он дарил ей этот букет, он ей сказал, я бы очень хотел, чтобы число 13, особенно пятница, было самым счастливым в вашей жизни. И вот с того момента это число действительно самое счастливое в ее жизни. То есть таким образом можно зарядить себя на позитивное отношение к чему-то негативному. То есть число 13 абсолютно нейтральное. И вот как действительно говорят, что в мире нет ни плохого, ни хорошего, а человек уже сам для себя свое субъективное мнение, свою эмоцию уже заряжает. Совершенно верно. Я придерживаюсь в точности такого же взгляда, то, о чем, Яна, сейчас вы говорили. Почему? Потому что по своей сути я практик. Я больше практика, а не теоретик. И, естественно, вот эта вся теория, которая уже испокон веков касается пятницы 13-го, мне всегда было интересно это все проверить на себе, на своей личной жизни, на своем личном опыте. И на сегодняшний день я вам тоже хочу сказать, что пятница 13-ая не настолько опасный этот день. Его действительно можно сделать очень прекрасным днем для себя, да. Все зависит от того, как мы сами будем к этому относиться. То есть бояться внушить себе, накрутить то, что-нибудь обязательно. Нет, все это идет маленько там из детства, даже не из детства, из киноиндустрии, где огромное количество фильмов ужасов, да, снято про эту пятницу 13-ая. Но когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что пятница это самый классный день недели, да. Да, даже все на работу идут в пятницу в приподнятом настроении. Все понимают, что вот они, выходные, вот они, буквально не за горами. В пятницу, мне кажется, уже никто особо и не работает. Ну так, а если работает, то с удовольствием. То есть, мне кажется, в такой атмосфере всегда должна проходить именно какая-то рабочая история, да, человека. Ну, 13-ая, ну подумаешь, какое число. Ну и ладно, какая разница, главное, пятница, а завтра суббота, и значит уже все хорошо. Как определить влияние судьбы числа, любимого числа человека на его судьбу? Ну там, дата рождения. Дата рождения. Да, вот вы знаете, дата рождения – это действительно, ну, как бы вот набор цифр, да, который несет очень большое значение в жизни каждого из нас. Поскольку мне приходится очень часто заниматься, вот, ну, вопросами работы с людьми, да, консультировать людей. И уже из своего личного опыта я могу вам сказать, что действительно каждый из нас приходит с очень большим своим потенциалом. Но не все мы знаем, и не все мы можем себе позволить раскрыть этот потенциал, да. И как раз вот нумерологическая система, она очень сильно помогает нам в этом. Потому что мы можем с вами через дату своего рождения не только узнать о каких-то своих аспектах, да, или там, ну, изюминках, заложенных в каждом из нас. Мы в точности также можем с вами использовать еще и так называемый график судьба воля. То есть где мы можем с вами посмотреть, насколько в сегодняшнем дне нам способствует, либо наша судьба нас благословит, либо нам нужно все-таки предпринять какие-то достаточно более серьезные действия и свою волю направить свое усилие на реализацию каких-то наших достижений. Слушайте, здорово. Татьяна, скажите, пожалуйста, как практику? Могу я сейчас к вам обратиться? И вот Янину дату рождения мы, наверное, исходя из тактики, да, тактичности трогать не будем. На фоне, на примере моей даты рождения мы можем что-то сказать уже сейчас? Если вы мне дадите ручку и листок бумаги, и если вы мне позволите там в течение двух минут сделать расчет, я вам расскажу, какие я... Окей, мы сделаем это чуть-чуть попозже, обязательно с удовольствием. Я потому что хотел бы зарядиться каким-то позитивом именно в пятницу 13-е. Возможно, для меня это тоже будет очень хорошим стимулом впредь читать хорошим днем. Удачно. Да, а вот у меня такой интересный вопрос. Даты, числа, гороскопы, да, это все понятно. Вот когда мы читаем, например, тот же самый гороскоп, в каких-нибудь женских журналах или где-то на сайте, обычно выделяют благоприятный и неблагоприятный день. Вот можно ли это человеку самому как-то индивидуально для себя высчитать или это... Или все, звезды встали и все. Ну, смотрите, как есть еще очень хорошая такая поговорка, да, Бог предполагает, а человек располагает, да. И, наверное, все, что касается вот гороскопов, это очень тоже такая древняя наука, да, которая дает человеку некое понимание о самом себе. Так. Но это не значит, что это догма. То есть, если вы определенный читаете гороскоп на сегодняшний день, да, и там сказано конкретно там для рыб, допустим, не выходить слишком далеко. Как бы прямо в точку попали для рыб. В четверг не выходить слишком там. В пятницу не выходить из дома. Ну, вы знаете, наверное, есть некий момент, которому нужно, может быть, в этом прислушаться, да. Но представляете, сколько рыб у нас ходит, в частности, по всему земному шару, да. Сколько рыб, конечно. Балое количество рыб. Если мы их всех запретим им куда-то двигаться в каком-то направлении, то... А рыбы еще, извините, перебью, скажу по себе, очень впечатлительные эмоциональные существа. Если им говорят сегодня, не ходи, как будет плохо. А мы вот в гипермаркетах все равно. К тому же, обратите внимание, вы говорите про рыб, но ведь у рыб очень сильная интуиция. То есть прежде чем, допустим, сделать какое-то действие, может быть, есть смысл немножко прислушаться и услышать себя, что там вам говорит ваша интуиция. Ну, говорят же, интуиция – это вот то чувство, то эмоция, которую еще мозг не успел обработать. И где-то изнутри подсказывает, а ты еще логически не понимаешь. Это больше чувство, наверное, чем эмоция. Эмоция, она может к нам прийти, и как раз эмоция может немножко наше чувство интуитивное заглушить собой своим вот этим ярким проявлением. А интуиция – это как такая, знаете, некая легкая волна, которую мы порой можем сразу и не обратить на это внимание, что к нам пришло какое-то интуитивное, наша интуитивная подсказка. Это не женщины. Вот, и, кстати, нумерологическая система, она тоже дает возможность познать и понять, и дать информацию человеку, насколько развит у него вот этот интуитивный канал. Об этом можем мы потом с вами дополнительно, я вам могу сделать информацию. Это очень интересно. Ну, вот бытует такое мнение, что число 13 обладает денежной энергетикой. Это всех интересует. Вопрос, так это или нет, и насколько энергетика денежная мощная в данном случае. Да, потому что встречались, кстати, даже разные всякие обряды на деньги, да, чтобы привлечь в дом, в семью деньги или просто в свой кошелек именно с числом 13. Допустим, недавно наткнулась на очень интересную вещь. Говорят, что нужно 13 раз расчесать волосы и, значит, остатки с расчески, простите, положить в кошелек, чтобы привлечь к себе туда капитал. Действительно ли это так? Так, я думаю, что, наверное, это тоже все зависит от того, насколько сам человек, да, настроен вот на какое-то определенное количество раз. Могу вам сказать, что в свое время мне тоже однажды говорила одна моя очень такая уже, ну, достаточно продвинутая, скажем так, дама, да, она говорит, ты знаешь, вот чтобы у тебя все в жизни получалось, нужно всегда делать все 9 раз, либо то число, которое кратно 9, то есть это 9, 18, 27 и так далее, да. И вот поэтому, наверное, есть смысл каждому из нас подумать, какое все-таки число ближе к нам, какое оно более созвучное число, да, и на что мы больше откликаемся. Я вот по себе вам могу сказать, что да, число 13, оно для меня, оно комфортное, это число, для меня оно положительное. И оно включает очень много интересных таких вот, ну, как бы рычагов, да, в моем жизненном пространстве, которые, да, действительно приносят мне положительный результат, в том числе и финансовый. Слушай, мне кажется, вот про эту историю, про эту обычай, 13 раз расчесаться, положить остаток в кошелек, чтобы привлечь капитал, мне кажется, сейчас где-то смеется один Дмитрий Нагиев в этот момент, если у него нет никаких, кстати, проблем. А вот по поводу числа 9, 13, небольшая уже в завершении нашей беседы, небольшая такая история. Вы знаете, раньше был один такой миллионер, который хотел умножить свое богатство. Он пришел к гадалке, она ему говорит, твое счастливое число 6. Он просыпается 6 числа 6 месяца, в 6 часов утра 6 минут, на завтрак пьет кофе, кладет 6 кусочков сахара, 6 раз ложечкой его аккуратно размешивает, выходит, пропускает 5 такси, садится в шестое, перед этим, естественно, снимает своего счета 6 тысяч долларов, ну, по тем временам большие деньги, приезжает на ипподром и все деньги ставит на лошадь под номером 6. И что вы думаете, лошадь приходит шестой. Поэтому я думаю, что в любом случае человек должен верить в себя и не забывать, что он сам кузнец своего собственного счастья, своей собственной судьбы. А вот удел того, что говорить о том, что какие-то числа и какие-то внешние факторы влияют на судьбу человека, это, возможно, либо удел слабых, либо удел неуверенных. Мне кажется, не надо так относиться к жизни, надо прокладывать свои какие-то тропы, свои дороги, но немножко прислушиваться, что там бывает вообще связано с цифрами. Я полностью с вами согласна, потому что я считаю, что только достаточно уже готовый человек, сильный человек, да, может взять ответственность на себя за свою жизнь. И тогда он абсолютно ровно и спокойно пройдет все влияния судьбы, даже если это пятница 13-я. И не ссулася на гороскопы на 13-е числа и так далее. Ну, мы попросим вас, пожалуйста, не знаю, можно ли так говорить, бога ради, успокойте всех наших телезрителей в эту пятницу 13-ю. Скажите им, пожалуйста, что ничего страшного сегодня не произойдет, что это обычный, а даже может быть хороший и отличный день. Пожалуйста. Дорогие иркутяне, я всех вас и нас, в том числе сидящих здесь в студии, хочу поздравить с наступающим Старым Новым Годом. И хочу всем пожелать отличного здоровья, душевного покоя, гармонии. И пускай в каждом из нас, в сердце каждого из нас зажжется маленькая звездочка, которая наполнит нас любовью. И при этом думаю, что пятница 13-я, если мы все откликнемся друг по отношению к другу, вот своей вот этой вот гармоничной, такой любвеобильной, как говорится, частью, да, пятница 13-я будет для нас с вами очень удачным, замечательным днем в нашей жизни. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Вам мы желаем, чтобы все ваши дни, все числа вашей жизни были счастливыми, удачными и приносили только хорошие, позитивные эмоции, как вы сейчас принесли в нашу студию. Доброе утро и удачного вам пятницы 13-я удачного. Всего доброго. Спасибо, ребята, вам большое. Всего доброго. Доброе утро, это шоу «Барабан». Мы продолжаем говорить о сегодняшней дате, пятницы 13-я. Ты знаешь, Ян, не мы с тобой первые решили развеять слухи о вот этой страшной пятнице. Ну, а я тоже подумала. В 1791 году британские власти соорудили новый корабль, который назвали в честь вот этой страшной темной даты. Пятницы 13-я? Вот, да. Более того, в море он вышел как раз-таки в пятницу 13-го. Представляешь? Не представляю. А только их надежды, хочу тебе сказать, развеялись, и корабль навсегда пропал в бескрайних просторах океана. Несчастливой, кстати, стала эта дата и для великого гангстера Аль Капоне. Знаешь, почему? Так, почему? Ведь он был арестован именно в пятницу 13-го полиции Чикаго. Представляешь? Может быть, это просто стечение обстоятельств? Ну, или это должно было случиться, мне кажется. Может, все-таки стоит в этот день отложить все дела в долгий ящик? А вот, может, стоит, а может, и не стоит. Но сначала стоит посмотреть нашу рубрику из-под выпад верта. Чтобы узнать, что такое этот самый долгий ящик. Не сделать никогда. Все, что отложено, сделаем, не сделается. Наверное, никогда. Во времена, кажется, Ивана IV, если не ошибаюсь, был такой специальный ящик для жалоб от населения. И в него складывали жалобы, которые, по-моему, по долгам. Соответственно, долгий ящик. Хотя, возможно, конечно, я ошибаюсь. Протяжительность, наверное, неопределенная. Но долгий ящик – это на потом, может быть. На будущее, на год, на два. Ну, это, видимо, тогда, когда не можешь сейчас сделать, отложил долгий ящик. Приходит время, и в это время ты можешь сделать это гораздо лучше, чем мог бы сделать сейчас. Это двоякое выражение, во-первых. Отлаживают обычно дела в долгий ящик. Может быть, проблемы какие-то в долгий ящик. Но потом все-таки приходится доставать оттуда из долгого ящика. И тяжелее потом работать с этим. На долго, на время, на большое количество времени, наверное. Которые отлаживаешь, думаешь, не сегодня, завтра сделаю и так далее. Ну, на какой-то неопределенный срок отложить в долгий ящик. Отложить. Вот и все. Просто отложить. Какая разница? В долгий ящик отложить. Друзья, доброе утро! Это «Барабан». Сегодня пятница, 13-е, а завтра суббота, 14-е января. И это день вдвойне хороший. Ну, конечно, во-первых, потому что суббота, это однозначно. А во-вторых, потому что завтра старый Новый год. В ночь с 13-го на 14-е января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Ведь для многих эта дата становится просто спасительной. Потому что для верующих людей старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отметить начало Нового года они могут лишь после окончания рождественского поста. Могут покушать вкусненько, от души наесться, повеселиться, да, и потанцевать. Раньше, кстати, дата из сотворения мира считалась 1 марта, поэтому Новый год начинался в первый день весны. Потом эта дата была пересчитана более точно, и днем сотворения мира стало считаться 1 сентября. И только... Да, и только там уже. 19 декабря 1700 года Петр Первый обнародовал указ, значит, лета исчислять исключительно с 1 января от Рождества Христова. То есть по новому стилю с 14 января. Вот откуда и появился этот праздник. Ну, все мы с детства любим Новый год, но вот все ли детки знают, что праздник можно отмечать два раза и подарки просить два раза больше? Ну, все узнаем это из нашей рубрики «Детское время». Я думаю, это Дед Мороз приносит старые подарки. То есть это старый Новый год. Это, конечно, праздник, но не Новый год. Это который предыдущий Новый год. В Новом году провожают старый год. Праздник. Когда дарят подарки. Старый Новый год – это когда люди собираются вокруг стола, когда бьют куранты. Старый год заменяет Новый. Старый год уходит. Это прошлый год, который ушел. Это когда люди провожают Старый год в Новом году, что самое интересное. Люди собираются вместе и провожают Старый год и встречают Новый. Друзья, доброе утро. Мы продолжаем. Ты знаешь, Сереж, сегодня день, кстати, особо примечательный. Помимо того, что сегодня пятница, 13-е, завтра мы встречаем Старый Новый год, сегодня вся страна празднует День Российской Печати. Поздравляем. И дело в том, что именно в этот день, в 1703 году, в России, по указу Петра I, вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». А в Иркутске, кстати, первая типография появилась в конце 18-го века. В город привезли типографские приборы со всеми принадлежностями на целых два станка. А первой иркутской газетой стали «Иркутские губернские ведомости», которые появились в середине 19-го века. Печать в Иркутске всегда пользовалась широкой популярностью. И некий предприниматель Макушин открыл в Иркутске специальный магазин, где можно было приобрести не только свежие здания, но и готовые комплекты предыдущих. Так, то есть все скопленные он отвез в магазин. А на основе этого магазина была открыта книга торговая фирма. А для нее, кстати, было выстроено даже специальное каменное здание, в котором долгое время размещалась редакция газеты «Восточно-сибирская правда». А кое-что еще и даже немного более об Иркутской печати нам расскажет наш утренний гость. Давайте встречать! Дорогие друзья, у нас в гостях замечательный человек, член Союза журналистов, писатель, историк, доктор исторических наук Станислав Иосифович Гальдфарб. Доброе утро, Станислав Иосифович! Доброе утро! Ну, говорим сегодня, поздравляем вас с праздником, во-первых. Да, это в первую очередь поздравляем с профессиональным, таким важным и очень значимым для вас праздником. И, конечно, мы сегодня говорим о печати, о газетах. И в первую очередь хотелось бы, наверное, узнать что-то интересное об иркутских газетах. Например, когда появилась у нас в области, в регионе, какая-то первая газета. Вот были ли это иркутские ведомости или что-то до них все-таки? Ну, и иркутские губернские ведомости, иркутские пархиальные ведомости, и масса других изданий. Первая частная газета «Амур» – все это в Иркутске было. Только не в Иркутской области, а в Иркутской губернии. Тогда еще да. Да, Иркутская губерния. Я вам должен сказать, что Иркутск в этом смысле город, конечно, необычный. Здесь было огромное количество газет на душу населения. Ну, тогда, кроме газет, средств массовой информации, в нашем понимании, просто не было. А вот газеты уже существовали, и типографии уже существовали. И у генерал-губернатора даже в штате был журналист. Это уже 1800, условно говоря, 40-50-е годы. Но, тем не менее, такая была штатная единица – журналист. Он, видимо, должен был все записывать. Хотя делал очень много канцелярских дел. Ну, как говорят, СМИ, пятая власть, да, наверное, тогда она и начала зарождаться. Вы знаете, забавно, вот я проповедник такой теории, которую сам и придумал, накопленная история. И очень многое из того, что сегодня происходит, оно либо зарождалось, ну, это понятно, банально, либо это вот все копилось, 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 и вот в такой форме вылилось. Вот Иркутск, типа, оппозиционный город, он все время чего-то, его там такая турбулентность, все время кто-то кем-то недоволен, все время пресса кого-то, так сказать, песочек. Ну, собственно говоря, и стоит, 200 лет тому назад было все то же самое. А губернская власть, начальники всегда были, значит, ну, мягко говоря, в такой мягкой культурной ссоре с обществом. Так. Причем это общество состояло из тех же чиновников, в том числе, которые работают у губернатора. Ну, к примеру, генерал-губернатор Горемыкин, это тот самый губернатор, который не только построил драматический театр, который открыл сеть школ, училищ, провел несколько реформ. У него в штате было много людей, которые работали в оппозиционной периодической печати. Ну, например, там, Дубенский, Корнилов, это все известные чиновники очень высокого ранга. Они все работали в газете «Восточное обозрение», и губернатор отшучивался и мог с ними общаться не только, так сказать, по делам чиновничьим, но и по делам общественным. Так что вот это все было, не надо удивляться ничему. Ну, да, то есть, получается, вот эта оппозиционная такая позиция между печатью и властью, она все-таки способствовала вот росту периодики и ее развитию? Или наоборот губила? Потому что вот оппозиция с газетой «Амур» принесла ей все-таки популярность, да? Рейтинги, рейтинги. Как росли рейтинги? Ну, конечно, ну вот смотрите, была такая газета «Восточное обозрение», когда началась русско-японская война, то корреспонденты «Восточного обозрения» работали как спецкоры, сапкоры, прям на фронте. С места событий. Тиражи поднялись до 20-22 тысяч экземпляров. Это в Иркутске, который насчитывал в те годы там порядка 70-80 тысяч человек. Я могу ошибаться, но примерно вот так. Представляете, какой рост тиража был? И такие тиражи были далеко не во всех, как сейчас принято говорить, городах-миллионах. С другой стороны, население, безусловно, в силу природы человека, ему было интересно почитать. Ух ты, смотри-ка, этого критикуют. Мы просто сейчас стилистики той не очень хорошо знаем и не очень понимаем. Но в газетах, если мы с вами сейчас возьмем газету, то мы с вами сможем вот такой, просто прочитав газету, многое не понять. А там, если начинаешь читать фильетон, а потом еще, если ты знаток этого времени, то оказывается, что в этом фильетоне под таким-то образом там кота выведен генерал-губернатор. Да, все между строк. И все это знают. А некоторые губернаторы к этому относились с юмором. Некоторые злились. Некоторые самолично вычеркивали и цензуровали газету. И прикрывали, наверное, потом ее, да? Да. Но прикрытие газет, вот скажем так, на моей памяти было несколько газет, которые закрылись. Они, конечно, говорили, что это все во всем виновата власть, не сам губернатор, генерал-губернатор, а вообще система. В принципе. Да, но по нашим временам у меня ощущение такое, что они просто уже зарплату платить нечем было. Есть какая-то такая корреляция между экономическим состоянием газеты и ее позицией в обществе. Я не очень доверяю средствам массовой информации, которые рвут на себе, что называется, газетные полосы, обвиняя кого-то в чем-то во всех смертных греках. Все-таки на самом деле, на мой, еще раз говорю, на мой субъективный взгляд, газета должна отражать. Она не должна воспитывать, она не должна нравоучения читать, она не должна выступать от имени «я». Нет, конечно, имеешь право, если ты редактор, продал квартиру, заложил ее и пошел делать газеты. Если же ты получаешь что-то от государства, от той власти, которую ты день и ночь проклинаешь, что они все не так сделали, ну, как-то это не камильфовывает. Ну, в современном мире, например, да, если вот перенестись на несколько веков вперед, вот в современное наше общество, мне кажется, что история-то такова, что, наоборот, люди любят писать, любят читать, да, про какие-то скандалы, про критику, про что-то такое, ну, необычный уровень жизни. Мне кажется, что некоторые газеты, наоборот, по заказу тех же, например, самых властей, но пишут, вот как вы говорите, что пишут критику. Такие же события наверняка уместны и тогда. Ну, газета, которая вообще не критикует, она помрет. Но надо различать критику и вранье, или критику и то, что мне привиделось. Я иногда и со своими журналистами достаточно активно в дебаты вхожу, дискутирую по одной простой причине. Слушай, ну ты зачем вот это написала? Но этого же не было, но мне привиделось. Вот это вот привиделось, это вещь достаточно такая опасная. Знаете, как там, как в песне. Ой, мне привиделось. Вот. Все-таки читатель должен делать выводы сам. Есть, конечно, брендовые имена, которым мы можем доверять. Это имена, за которыми стоит гигантское, значит, образование, уровень знаний, начитанность, талант. Ну, в общем, что хотите. А потом вы не забывайте, в России вообще такая традиция. Общественное мнение составляли всегда писатели, поэты, которых было не так уж и много. Я не говорю о всех, кто взял перо, написал, значит, стихотворение, и это уже, так сказать, мыслитель. Но была огромная, значит, вера вот в этих светочьих знаний. У нас что ни поэт, что ни писатель, он был выдающийся. И вот им, конечно, доверяли, они формировали это мнение. И опять же, если все между строк прочитать, то даже у моего любимого Тургенева всегда найдется реальный прототип, который угадывается. И вот он сказал вот это, и его поддержали. Мы сейчас, например, о Чернышевском чего знаем с вами? Кто из вас прочитал там многотомное, более 35 томов Чернышевского сочинения? Что делать? И то, мы не понимаем уже, как это все работало, как это воздействовало. А воздействовало, слава богу, так, что люди шли и на каторгу, и в тюрьмы шли. Мы сейчас, в основном, нас больше интересует, наверное, кто виноват в целом все наше общество. Вот вы говорили о том, что ваши же журналисты, например, пишут о том, что, допустим, ему или ей привиделось. А может быть, это попытка и погоня за уникальностью, модного слова, контент, как сейчас называется, для того, чтобы выделиться среди общей массы одинаковых издателей. Ну, и сейчас же популярно, причем, навязывать именно свое мнение, выражать его особенно, не только в печати. Нет, все имеет место быть. Я не против индивидуальности, и наоборот, всегда за. Да, ну, вот у меня вот буквально вчера ночью и сегодня случился, значит, такой замечательный диалог в сети. В декабре «Комсомольская правда» получила 2 миллиона 900 посетителей. И уников там соответствующее количество. И у нас дискуссия поперла. «Комсомолка» — это местное или это все центральное и так далее. Сказать, что я думаю, да, ну и все, соответственно, там профессионалы, все себя профессионалами называют. Я один не профессионал. И не боюсь в этом, значит, признаваться, поскольку я 25 лет генеральный директор. И мне удалось создать в городе Иркутске, не в великом городе, не самом богатом в России, но мне и команде удалось создать то, что называется медиолинейку. Есть интернет-телевидение, о котором тогда еще никто не думал. Есть радио, которое сейчас очень популярно. Мы поддерживаем Брэд газет «Комсомольская правда». То есть все у нас существует. А вот мы заговорили, вы заговорили о «Комсомольской правде», да, и мы знаем, что вы создали этот офис первыми в Иркутске. Вот хотелось бы узнать, как это было. Вот эту интересную историю, как все-таки привезли сюда. Было все очень просто. Я в это время работал в том числе в газете «Советская молодежь», и нам постоянно не хватало денег. Потому что в те времена госконтрактов никаких не было, все законы публиковались в одной единственной газете, к сожалению, не в «Советской молодежи». А вот, и у нас просто не было денег, мы вынуждены были каким-то образом выживать. И тут я смотрю, газет «Комсомольская правда» перестала выходить, она два месяца не выходила, не было бумаги, это 92-й год. Ну, чтобы вы понимали, при тираже 22 миллиона общего тиража в Иркутской области выходило порядка, там, по-моему, 200 или 300 тысяч газет «Комсомольская правда». Огромные тиражи. Для того, чтобы напечатать весь тираж «Комсомольской правды», нужно было там порядка 10 составов с лесом. Ну вот, к сожалению, так вот печатные средства массовой информации, значит, живут. И я поехал в Москву с Олегом Желтовским, тогда он был редактором газеты «Советская молодежь». А в «Комсомольской правде» очень много ребят, которых мы называем «Сибирско-Уральско-Дальневосточная диаспора». Потому что «Комсомольская правда» газета – это московская, но москалей там не очень много было. Все таланты, они же из провинции. Конечно. Вот там был и Володя Сунгоркин, который был в то время заведующий отделом, членом редколлегии Валера Симонов, и Игорь Коц, и Мамонтов Володя, и очень много других было ребят, с которыми мы так общались. Ну, я приехал туда и говорю, слушайте, вот у вас программа телевидения московская, нафиг она нужна в Иркутске? Давайте я ее буду вырезать, будем ставить сюда телепрограмму в Иркутску, а за это мы будем, типа, издавать газету «Комсомольская правда», вам это ничего не будет стоить. Свообразный бартер. Да, там был такой Кушнерев, ответ-секретарь, он куда-то убежал, принес мне чаю, мне потом сказали, что он трижды за чаем вообще в своей жизни ходил, один раз для Горбачева, второй раз для еще того, и третий раз придурков из Иркутска, которые приехали и своими грязными руками, значит, решили в тело газеты «Святой Комсомольская правда» войти, что-то там вырезать и так далее. Но деваться-то тоже некуда было, рынок-то поджимал, комсомолка стояла два месяца. Ну и так, перекрестясь, сказали, ну, давайте. И мы счастливо барахтались, наверное, года два, потому что тираж был огромный, денег не хватало, реклама. Я первый начал делать рекламу в газете. Да, мы создали тогда агентство, рекламное агентство, весь Иркутск. А Миша Дронов был тоже, он в газете тоже работал, у истоков всего этого, безобразия. Он был, я имею в виду, рекламного бизнеса. Еще было пару ребят. Ну и потихонечку, потихонечку, значит, со скрипом большим, чем мы только не занимались, чтобы вот газету держать на плаву. И торговали рубашками, и проводили какие-то мероприятия, открывали какие-то дурацкие магазины. В общем, все уходило. Любимое дело, наверное, так смердло можно назвать. Вот вы хороший вопрос задали про любимое дело. Может быть, мы, я об этом несколько слов скажу. Это и касается и вчерашнего, сегодняшнего разговора по нашему сайту, когда мы показали вот такой вот результат. Просто те люди, которые сидят и говорят, мы профессионалы, они должны понимать, что когда я говорю, у нас вот такой результат в этом месте, это значит, мы неплохо заработали. Конечно. Не только трафики, и не только посетителей. Но и физических денег. Но и физических денег заработали неплохо. Потому что у каждого из нас есть семьи, есть обязанности перед налоговыми органами, есть ипотеки. Определенные погодные условия, которые не позволяют. Да, шматеки и так далее. Поэтому тот, кто говорит, там независимая пресса. Тот, кто говорит, что пресса должна как некий бестелесный образ питаться воздухом и так далее, тот глубоко ошибается. Я даже так сейчас скажу, открою им глаза. Это очень дорогой бизнес. Это настолько дорогой бизнес, что порой сегодня не знаешь, что будет завтра. Это очень дорогая игрушка. Потому что там очень много смежников, там очень много идей, которые нужно все время поддерживать. Ну и понятно, и с другой стороны, слово, оно же тоже не воробей. Можно действительно, владея, располагая таким большим ресурсом, как газета, действительно переживать за день завтрашний. Я думаю, вам этого не приходится. Спасибо вам большое. У нас в гостях был замечательный человек. Кстати, наше интервью я предлагаю смотреть и читать тоже между строк. И тогда вы поймете чуть больше, чем было затронуто в нашем разговоре. Да, и Станислав Васильевич, может быть, поздравите коллег с праздником и пожелайте всем иркутянам доброго утра. Ну, иркутянам, безусловно, доброго утра. Я люблю этот город. Думаю, что и вы любите этот город, коль скоро вы в нем живете. А коллегам хочу пожелать следующую вещь. Настало достаточно сложное время. Оно всегда было сложное. Но сейчас остаются особо сложные времена, связанные с тем, что идет глобальная трансформация информационных потоков. И тот, кто себя хорошо чувствовал вчера, может неожиданно почувствовать себя не очень хорошо сегодня. Я предлагаю всем об этом подумать. Я предлагаю прекратить споры. Я предлагаю более строго отнестись к себе и посмотреть, чем мы можем помочь этому городу, этому обществу, ну и самим себе. Лозунг «Объединяйтесь» или, во всяком случае, входить в совместные проекты, по-моему, это сейчас лозунг дня. Спасибо, до встречи. Спасибо вам большое. Станислав Иосифович Гальфарб у нас в гостях. Друзья, доброе утро. Сегодня мы с вами отмечаем российский День печати. Ну и говорим о газетах, в том числе и о наших иркутских. Вот в газетах Иркутска раньше была даже криминальная хроника. Да ладно. Да серьезно? Там сообщались разные криминальные новости. Например, вечером 13 января в уголовный розыск явился некий Борис, который заявил, что будучи сотрудником КООП «Хлеба» в Барнаульском округе, он растратил 270 рублей казенных денег. Целых 270? Да, и скрылся с места службы. Так вот сообщалось в газете «Власть труда» от 15 января до 930 года. А ночью 13 января был, наконец-таки, задержан гражданин Буриков за многочисленные ограбления квартир, государственных учреждений и нападение на горожан с целью ограбления, конечно. Бурикова разыскивали в течение семи месяцев. В ночь на 13 января он был, наконец, задержан в кафе на улице Большая, а теперь эта улица называется Карла Маркса. Случайный посетитель, который вызвал полицию, он спровоцировал господин Буриков подозрение тем, что он был невиданно щедр. Он наплачивал за всех счет в кафе, ну и, конечно, вызвал подозрение, естественно. Так сообщала, кстати, газета «Восточная сибирская правда» от 19 января 1947 года. Получается, да, получается все-таки не очень благоприятный день, это пятница, 13-я. Да, ну не всегда и не для всех на самом деле. Особенно, если посмотреть нашу рубрику «Астропрогноз», ты будешь наверняка знать, чего сегодня стоит избегать, куда не ходить и с кем не сталкиваться, и за кого не платить. Смотрим! Доброе утро, в эфире «Астропрогноз», с вами Юлия Кожевникова. Пятница хоть и небольшой праздник, зато постоянный. Чего ожидать нам от предстоящего дня, узнаем в ближайшие несколько минут. Овен, по-видимому, вам не удастся избежать финансовых убытков. Ограничьте свои потребности, не делайте покупок и не принимайте решений, которые могли бы повлечь за собой большие расходы. Телес, возможно, вас сегодня будут охватывать беспричинный страх, утратить нечто важное, потерять любимого человека. Помните, именно своими страхами мы притягиваем к себе то, чего боимся. Верьте, что все будет хорошо и вам не придется жаловаться на судьбу. В близнецах легко высвобождается инстинкт захвата. Неуемный аппетит, склонность к бреду и авантюрам. Опасно поддаваться гневу и не следует вести сидячий образ жизни. В этот день необходимо быть воздержанными, осторожными и аккуратными во всем. Рак. Вторая половина дня благоприятна для рекламной кампании, вас могут услышать миллионы. Вплоть до середины дня сегодня вы будете в состоянии оказывать значительное влияние на людей и общественные процессы. Вам будет легче найти общий язык с людьми издалека, поэтому опирайтесь на дальних партнеров. Лев этот день не подходит для решения вопросов, требующих участия чиновников и законодательных органов. Импульсивность помешает вам достичь намеченного. Желательно действовать не торопясь и использовать только проверенные методы. В служебных вопросах нужны порядок и дисциплина. В семейных делах в первую очередь вам нужно разобраться в материальных проблемах. Дева в середине дня сегодня, вероятно, обилие деловых контактов, которые принесет вашему бизнесу серьезный успех уже в ближайшее время. Первая половина дня сегодня будет результативной, но можно многое потерять, если слишком форсировать события. Весы этот день считается критическим. Он опасен всплеском негативных эмоций, конфликтами, как на работе, так и дома. Как факир в цирке заговаривает змей, так и вам необходимо усмирять свои негативные качества. Неблагоприятно начинать цикл образования, подписывать важные документы и заводить знакомства. Сегодня нельзя долго спать. Скорпион, сегодня вам придется надеяться только на себя, так как при диссонансе планет сослуживцы вряд ли вам помогут. Этот день не подходит для инвестиций или крупных приобретений. Траты наверняка окажутся неоправданными. Следует быть осторожнее с лекарствами. Не злоупотребляйте жирной, острой и экзотической пищей, вредной для печени. Возможно, некоторые стрельцы потеряют часть своего капитала или не получат тех денег, на которые рассчитывали прежде. Следует быть более внимательными к своим финансам, не давать денег в долг и не использовать средства для быстрого обогащения, так как это может быть источником проблем в течение всего года. Козерог, у вас есть все шансы преуспеть в бизнесе и своих финансовых прогнозах. Семь раз отмерьте, прежде чем предпринимать что-либо. Контракты с партнерами следует подписать до 14 января 2017 года. Водолеи не исключено, что сложную ситуацию в бизнесе усугубит неправильное и непродуманное вложение. Водолеями денег какой-то проект, потери от которого окажутся весьма значительными. Только правильное распределение и вложение средств поможет добиться результата. Рыбы этот день может быть отмечен скандалами и конфликтами с руководством. Предпочтительно отложить до лучших времен серьезные деловые беседы и выяснение спорных вопросов сильными мира сего. На этом у меня все. Будьте добрее к миру, и мир ответит вам взаимностью. До скорых встреч! Друзья, с добрым утром! Это был Барабан, и на сегодня мы с вами прощаемся. Но не будьте слишком суеверны и помните, что наше настроение зависит только от нас самих. Мысли материальные, поэтому настраивайтесь на позитивный лад, и тогда пятница 13-я и любой другой день в году окажется весьма приятным. Тем более, что сегодня мы поздравляем всех сотрудников печатных СМИ с Днем Российской Печати и желаем им нескончаемого вдохновения и много идей и поводов для творчества. А завтра мы все еще раз встретим уже наступивший новый 2017 год. Хорошего дня и отличного настроения! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!